Всем привет! Сегодня снова вернёмся на основу и рассмотрим новую советскую РСЗО – БМ-3112. Это уже третья по счёту реактивная артиллерия. До этой акции в игре была легендарная Катюша, которую можно назвать фановой машиной, потому что чтобы сделать с неё фраг, нужно было прям постараться. Теперь же сложность увеличилась в разы, и всё из-за того, что ракетная установка на БМ-ке никак не может опуститься вниз. Даже в километре появившийся противник на горизонте для нас представляет большую опасность. Чтобы сделать фраг, нам придётся искать холм или яму, чтобы опустить направляющие для ракет. К слову, ракеты у нас мощные. 300-мм М-31 содержит почти 29 кг взрывчатки и способной пробить 66 мм брони. Но вот только задействовать их крайне сложно. Сейчас к тому же имеется баг, который не даёт опустить нормальную пусковую установку. Вы можете найти просто идеальную позицию для стрельбы, но игра вам не даст выстрелить. От третьего лица видно, что установка опускается, а в прицеле почему-то возвращается обратно на исходную позицию. И вам приходится выезжать под противника, надеясь, что он вас не заметит. А ведь нас может уничтожить любая техника. Вот это самодельное броня на кабине не держит даже пулемёт винтовочного калибра. Поэтому любая шальная пуля или осколок отправляет нас в ангар. Я перепробовал различные тактики. Пытался занять позиции для прострела, но на меня вечно прилетал бомба или фугас. Ждал пока противник займёт точку и тогда расстреливал весь боекомплект. Но, увы, точности и дамага мне вечно не хватало. Ну и стрелял с респа на респ. Но там тоже безрезультатно. Я ни разу не попал. Да и особо много не настреляешь, когда у тебя только 12 ракет. Если они закончатся, вам придётся ехать на точку. А это лишний риск. Динамика, кстати, по сравнению с Катюшей лучше. Мы легче на полторы тонны. Разница по скорости прям ощутима. Конечно, в поле мы по-прежнему особо не разгоняемся, но по дороге грузовик едет хорошо. BM3112 получил боевый рейтинг 4.0. Мы часто встречаем самоходки, средние и тяжёлые танки. С одной стороны, это хорошо. Для нас важно, чтобы противник всегда оставался на месте. Потому что и так сложно попасть по кому-то на большом расстоянии. А тут ещё техника будет ехать. Но с другой стороны, нас легко выбивает фугасами, пулемётом или прилетает авиация. Максимум мне удалось забрать всего лишь одного противника. На городских картах нам и вовсе нечего делать, кроме как только попытаться обстрелять точку. Да, безусловно, у машины есть ещё изменение подвески. Обозначено это как подкоп передних колёс. С его помощью мы чётко изменяем клиренс, но при этом мы не можем двигаться. Это немного помогает опустить пусковую остановку, однако на подъёме в горку это нас уже не спасёт. Сейчас в фронтоме будет много этих машин. Поэтому если вы хотите прокачать танки или авиацию, у вас есть идеальная возможность поуничтожать РСЗО. Выбиваются они, как видите, очень легко. А желающих проверить удачу, я думаю, сегодня будет много. Но подобная машина всё равно останется фановой. Сделать пару фрагов это уже настоящий челлендж. Тем более после акции РСЗО станет редкой, потому что она начисляется сразу на аккаунт. Не думаю, что улитка оставит подобную технику для продажи. Так что для коллекции себе в ангар она подойдёт. А вот примерно через месяц, когда большинство игроков уже полноценно опробуют новинку, можно уже попробовать сделать фраги с РСЗО. С точки зрения истории, вооружение Красной Армии, реактивный миномёт БМ-31-12 был принят 9 июня 1944 года. После чего первые серийные боевые машины были переданы гвардейским минометным частям, где подобная техника активно использовалась до конца войны. Новые самоходные реактивные миномёты быстро завоевали уважение красноармейцев. БМ-31-12 начинал в себе высокую мобильность и солидную огневую мощь. Кроме того, новый миномёт мог запускать до 12 снарядов одновременно. Но в войсках РСЗО прозвали Андрюша. В отличие от Катюши, БМ-31-12 имел меньшую дальность стрельбы, что позволяло обстреливать только передний край вражеских позиций. Но при этом ракеты имели значительную огневую мощь. Изначально планировалось, что реактивные направляющие будут перевозить грузовик ЗИС-6, но затем решили задействовать для этих целей американский грузовик Судебекер. Всего было построено около 1800 боевых машин БМ-31-12. Большая часть из этой техники успешно дожила до конца войны. А уже после, американский грузовик заменили на отечественный ЗИЛ-151. Последние реактивные миномёты БМ-31-12 были списаны в середине 50-х годов. К этому времени появились уже новые системы залпового огня. И построенная техника для тех условий войны уже устарела. Вот такая история. Подписываемся на канал, оставляйте ваши комментарии, заглядывайте обязательно в описании. И до новых встреч. Пока-пока.